Это Юрий Железов, мой двоюродный брат. Я в прошлом вебинаре вам показал его, не его сад, а он умудрился подарить косточки соседу моей. Пока он все ждет, его первый рожай, сосед его дождался. И вы видели абрикосы, ой, я сказал перчики, или я оговорился, абрикосы. И она, а у соседа мои косточки заплудоносили. И вот, пожалуйста, внученька, вот это письмо пришло, первый рожай. Дело в том, что я бы, ну что особенно, подумаешь, там, ну, ведь это же Кострома. Что там Кострома? Сейчас я вам скажу, что было сегодня. Утром приезжает ко мне блогер, милая женщина Марина. Мать четырех детей, вот, для меня достаточно молодая. Говорит, у меня 10 тысяч подписчиков, я хочу снять фильм про ваш сад и разместить у себя, чтобы повысить популярность. Ну вот, фильм мы сняли, угостил ее абрикосами, но только что в два раза больше этих. Вот, казалось бы, все на этом. А дальше случилось все интереснее. Значит, к вечеру приезжает ко мне Дускобилов. Он, правда, пенсионер, но известный ученый у нас здесь, в Восточной Сибири. Он привез ученого, научного сотрудника института имени Рисовенко. Это Барнаул, это ведущий институт. Вот, я с ним познакомились. Дело было к вечеру, быстренько провел по саду. Он умудрился собрать, попробовать мои абрикосы, косточек набрать. Вот, естественно, я вас за это уважал. И я бы не стал, может быть, об этом говорить, ведь это не первое, а 101-е посещение. Ученые были не раз, правда, не академики, а рядовые, но все-таки. Если бы не одно но. Знаете, что он сказал, когда я его угощал абрикосами, он сказал, я специалист по сливам. А что абрикосы? Абрикосы у нас в Барнауле не растут. Вот, мало того, мне показалось, я надеюсь, ошибся, что он сказал, что они не могут расти. Ну, я тут же перевел разговор, что ладно там. И вот как раз это, вспомнил про письмо своего двоюродного брата. Вот оно письмо. Вот они абрикосы, которые, естественно, если в Барнауле не растут, как они могут расти в костроме? Ну, вот, пожалуйста, такой вот вам пример. Далее, значит, расширяется, как бы, география моих абрикосов. Край, этот край вы уже знаете, я вам покажу другой край, на всякий случай. Вот, и моя задача, одна из моих задач главных в этой жизни, сделать так, чтобы сотни мини-питомников, некоторые потом перерастут в крупные питомники, но уже у них на сайтах будут не нарисованные плоды, а настоящие плоды, и не из интернета плоды и деревья с плодами, а уже с собственного сада. То, чего я добиваюсь почти, за редкими исключениями, я пока добиться не могу. А сайтов сотни. Интернет-магазинов, это когда они выкапывают саренцы из питомника, ну, те питомники находятся далеко южнее Украины и Белоруссии, намного южнее, привозят их сюда, и они местами стоят, умирают. Сейчас, я вам показывал, может быть, помните, пару вебинаров назад, стоят эти саренцы, продают сразу за городом на трассе, они сейчас стоят, вот, еще дураков ищут, ждут, вернее, ждут дураков. Вот, а вот такие вот случаи, я почему, вот, в структуре, наутинофильм здесь сняли, да, вот, 67 гитар, по-моему, ужас какой. Я беру и вот эти данные. Вот, пожалуйста, давайте, западники, вот, это как прорыв блокады. Вот, уже плацдарм есть, давайте теперь, это, к Валентине. Это моя цель в жизни, чтобы в наших таких садов, как у нее, вот, Людмила Калинировская область. Ой, Людмила, простите, запамятую фамилию забыл написать. Вот так вот прямо переснял, а фамилию нет. Но зато есть ваш электронный адрес. Вот, это та самая волшебница, у которой, ну, куда уже, если уже мне кто-то не верит. Вот, вот я водил ученого с этого, с Барновского института, вот. Ну, хорошо бы плоды валялись, или там немножечко дотянулись где 100-граммовые. А так бы кто, кто бы мне поверил. Вот, и какими вишнями угощал, он не поверил, что это черешня. Так и Людмила. Так и Людмила. Так и Людмила.